Здравствуйте, меня зовут Виталий Мороренко, и я являюсь инженером компании Keysight Technologies и специалистом в области цифровой осциллографии. В этом видеоролике я предлагаю вам провести анализ радиоимпульсного сигнала с помощью осциллографа Keysight Infinium серии S, и тем самым убедиться, насколько современные цифровые осциллографы являются хорошими инструментами для анализа радиочастотных сигналов. Известно, что импульсная модуляция является основным форматом модуляции сигналов радиолокации, но современные системы радиолокации используют более сложные комбинированные схемы модуляции, например, с применением линейной частотной модуляции, либо кодов Баркера. В качестве результатов измерений зачастую нам необходимо получить значение мощности, спектра, временных характеристик, огибающих параметров модуляции. Традиционно с задачей анализа радиоимпульсных сигналов справлялись анализаторы спектра, но современные осциллографы имеют повышенные характеристики, что позволяет использовать эти приборы для анализа радиочастотных сигналов. При подборе инструмента анализа, конечно, нужно обратить внимание на три параметра. Первый – это частотный диапазон для детектирования несущей частоты, второй – это полоса анализа, и третий – динамический диапазон. Сейчас я хочу представить измерительную систему, которая находится передо мной. Во-первых, это генератор радиосигналов серии PSG E8267D метрологического качества. Второй – это генератор сигналов произвольной формы с полосой до 5 ГГц. И цифровой осциллограф Infinium серии S с полосой пропускания 8 ГГц. Из самых основных характеристик я хочу выделить не только полосу пропускания, но и 10-разрядный АЦП и самый низкий уровень собственных шумов в отрасли. В последнем параметре я хочу, чтобы вы убедились самостоятельно. Проведем измерение собственных шумов осциллографа и динамического диапазона. Чтобы измерить динамический диапазон осциллографа, нужно выбрать такую шкалу, при которой сигнал максимально растянут по вертикали. В нашем случае при выполнении функции автомасштаба коэффициент отклонения имеет значение 100 мВ на деление. При отключении сигнала генератора проведем измерение среднепатротического значения собственных шумов осциллографа. Мы видим, что значение собственных шумов не превышает значение 3,2 мВ, которое указано в технических характеристиках. Если говорить о динамическом диапазоне и других параметрах, которые влияют на точность и возможность проведения анализа радиосигналов, то теперь и эти параметры занесены в техническое описание на осциллографы серии S. Так, например, специфицируемый динамический диапазон составляет значение 108 дБ. При измерении сигнала метрологического генератора на частоте 1 ГГц и амплитудой 0 dBm вы можете в этом убедиться. Первоначально необходимо настроить систему запуска осциллографа. Среди всевозможных вариантов запуска для анализа радиоимпульсных сигналов используются в основном два. Первый классический – режим удержания запуска, когда устанавливается задержка во времени между событиями запуска. И второй режим, уникальный, это режим, который представила компания K-Sight, «Режим запуска по зонам», который пользователь может нарисовать на экране и по ним запуститься. После настройки системы запуска проводят измерения параметров радиоимпульсного сигнала. Вы можете сконцентрироваться на одном импульсе, либо захватить несколько, используя самую глубокую в этом классе осциллографа в глубину памяти, либо использовать сегментированный режим захвата для более рационального использования ресурсов прибора. С помощью новейшего интерфейса пользователя-осциллографа в семействе Infinium измерения проводить можно быстро и крайне удобно. Так, например, выглядит отображение спектра нашего радиоимпульсного сигнала с маркерными измерениями. Вы видите, что полоса, занимаемая сигналом, около 1 ГГц. При построении огибающего сигнала, то есть его амплитудной демодуляции, измерении ее временных параметров, можно использовать буксируемые пиктограммы измерения. Просто перетащите иконку соответствующего измерения на сигнал или функцию. Например, измерим длительность фронта, длительность среза, длительность импульса. Как видно, каждое из измерений сопровождается комментарием и статистикой. При необходимости можно провести оконные измерения и подробно изучить импульс. Также сигналы и функции можно поместить в отдельные окна, расположение которых легко конфигурируется. Таким образом, на одном экране можно отобразить сразу большое количество измерений. На этом функционал селографа семейства Infinium не заканчивается. С помощью базовых возможностей интерфейса можно провести не только амплитудную, но и частотную демодуляцию с помощью функции MeshTrend в зависимости измерения от времени. Таким образом, мы можем оценить характер модуляции внутри импульса. В данном случае это линейная частотная модуляция и девиация частоты составляет 1 ГГц. С помощью функций и возможностей этой программы вы с легкостью проанализируете и демодулируетесь радиосигнал. Сейчас вы увидите спектр сигнала, его представление во временной области, а также зависимость частоты от времени и фазы от времени. И вы по этим результатам также можете определить характер модуляции сигналов. А с помощью специальной опции анализа радарных сигналов вы сможете получить всю исчерпывающую информацию о радиоимпульсах с мощным набором статистической информации по каждому из импульсов. Итак, мы произвели анализ радиоимпульсного сигнала на несущей частоте 2 ГГц с внутриимпульсной линейной частотной модуляцией. Если вам не хватает базовых возможностей осциллографа серии S, KSI Technologies предлагает мощный инструмент анализа программу векторов на анализ сигналов VSA 89601B. Уверен, вы убедились, что осциллографы нашей компании являются превосходными инструментами для анализа радиочастотных сигналов. И базовые возможности графического интерфейса, и интеграция прибора с программным векторным анализом сигналов позволяют получить подробнейшую информацию об исследуемом сигнале. Спасибо за ваше внимание и уделенное время. Любую дополнительную информацию вы можете найти в разделе «Сциллографы» нашего сайта или обратиться в российский контакт-центр или к нашим специалистам. Удачи в ваших измерениях! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok